Доброе утро, мои дорогие зрители. Давайте сегодня попробуем, сделаем простой хашпо. Вот отрезанное платье, разведенный член, цвет жидкий-жидкий. Доброе утро, мои дорогие зрители. Доброе утро. Так, складочками мне не понравилось. Я вот взяла проволочку, хочу сделать по-другому. Проволочку завяжу на конце. Завязала и хочу ее вот так вот подтянуть. Вот так. Вам, наверное, плохо видно. Сейчас я вам покажу. Вот так вот. Руки мокрые. Все выскакивает. Время полшестого утра. Вот так вот. Тянет. Ой. 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 Нет. 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 Вот так вот. Вот так вот. вот и теперь я вот это буду все промазывать да работа грязная я еще в перчатках не умею работать но увлекательная из обыкновенных тряпок и цемента получаются время я больше не буду отнимать промажу покажу разве плохо иметь на участке вот такое кашпо вот такое это все из цемента надо подкрашивать внуки у меня отдыхают много чего порасколотили конечно такой лист грибы разные ну что же я все промазала теперь я развела густого цемента потому что мне нужно сделать дно ничего я придумывать не буду нож ножки просто без всяких ножек сделаю донышко такое да и все у меня уже много их всяких так ведро наше высохло теперь нужно его внук внук И следующая у нас будет Нужно промазать изнутри Чтобы оно было более крепкое Если у вас цемент прям высох То нужно намочить водой Перед тем, как промазывать И промазываем внутри И все опять Опять все по периметру промазываем Цементом А теперь красим белой краской Снаружи и внутри Вот так Где примерно земля Будет начинаться Белой краской мы красим для того Чтобы последующий цвет Не пожухла краска Чтобы она оставалась яркой Если белой краской не покрасить Все пожухнет И будет Страшного такого цвета И облезет быстро Краска водоэмульсионная Фасадная у меня Но красила я Всякой водоэмульсионкой И не фасадной И ничего страшного не происходило Годами стоят на участке Зимой и летом Ну что же Все высохло Теперь нам нужно Приступить к покраске Чтобы не испачкать это все Сделаем Скотчем Ну и так нужно Со всех сторон Теперь наоборот Вверх красим Потихонечку Кусочками Покрасим Вот и готово Мое 37-е кашпо И это только Большого размера Будет служить верой и правдой Дырочки я не сверлила Внизу На дне Потому что Ткань была Вязаная С дырочками И там кое-где Дырочки остались А так Если Другой материал Нужно Сверлить Дырочки Спасибо всем огромное За внимание Кому понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь Будем вместе С вами Творить Подписывайтесь Субтитры сделал DimaTorzok